И этот кроткий взор, и эта грудь не могут быть обителью жестокой. С такой трогательной и отчаянной речи началась премьера спектакля про китайскую красавицу Турандот. Но уже вскоре драма перешла в комедию, и на сцену вышли три весельчака, которые рассказали начало истории о том, как Калав повстречался с жестокой принцессой. Турандот наполнена стереотипами и предубеждениями. Каждому, кто придет к ней свататься, приходится отгадывать три ее загадки. Но если вдруг ответа у будущего жениха нет, ему грозит смерть. Принц Калав стал первым, кто верно ответил на все загадки красавицы. Однако сама Турандот восприняла это как собственный позор. Ведь таким образом она хотела показать, насколько остроумна. Актриса Полина Белянина в труппе Каннского драматического театра не так давно, но уже смогла доказать режиссеру, что достойна главной роли. Чтобы передать на сцене зрителю все эмоции, которые испытывала главная героиня, Полине пришлось плотно вжиться в образ. Я не то чтобы, знаете, могу сказать, что она совсем не близка. Конечно, я нахожу какие-то общие точки соприкосновения, чтобы делать свою работу. Я хотела протянуть, надеюсь, что зрителям это было понятно, на тему Турандот такой, что сейчас большое засилие информации вокруг. На нас давят интернет, телевидение, газет, радио, конечно, меньше, но тоже в целом. И очень тяжело абстрагироваться от всего этого шума, который на человека давит, и услышать свой внутренний голос очень тяжело. Московский режиссер Юрий Печенежский первый раз работал с каннскими артистами. Говорит, во время репетиций было нелегко, так как актеры достаточно молодые, но все-таки вместе они смогли добиться нужных эмоций на сцене. Мы только под конец вышли, может быть, на какой-то, не могу назвать, не мне судить, там, серьезный, несерьезный уровень, ну, на какой-то уровень, только под конец. Но вот и результат, что мы все-таки, мне кажется, что мы на что-то вышли, да, на какие-то эмоции, да, какую-то трогательность, искренность какую-то. На протяжении двух часов артисты пытались передать залу массу эмоций, то это было напряжение, то смех, то переживание. Сами же зрители утверждают, что смотрели постановку, затаив дыхание. Постановка действительно необычная. Такое сочетание игры актеров, молодой коллектив, замечательно играли. Элемент современной музыки тоже обыгран. Ну, необычно, интересно, правда. Мне очень понравилось, что молодежь вот так вот играют, вот необычный такой спектакль вообще, как бы, хорошо, вообще, в восторге. Одни остались в восторге от веселых ребят, другим было жалко главную героиню, но равнодушным из театра в этот вечер точно не ушел никто. Татьяна Тункусю, Александр Минеев, телекомпания КАНС, 5 канал.